Часть 2. Холл вернулся мрачный. Недавно он не смог добиться очередной девушки, поэтому не мог успокоиться. Он собрался в ванную и спросил Софи, не трогала ли она там чего, но та соврала, что не трогала. Внезапно Холл выскочил из ванны и завопил. Что случилось с его волосами? В них появилась небольшая рыжинка. В комнате потемнело, из иглов на них двинулись туманные, человекоподобные фигуры, встаная и вопя. Майкл оттащил Софи на улицу, из соседних домов повыбежали люди. Стоны и вопли из замка гнали всех подальше в гавань. Как только звуки затихли, горожане стали расходиться. Майкл и Софи вернулись домой. Холл сидел в комнате. Все вокруг, включая чародея, покрывалась зеленая слизь. Софи подошла и начала приводить его в чувство. Она затолкала его в ванну и долго отмывала. Слизь из комнаты вытолкнули через дверь на хамы. Холлу посадили перед очагом, тот молчал и дрожал. Софи дала Холлу теплого молока и заговорила с ним. Оказалось, что девушка, за которой он ухаживал, не только не ответила ему взаимности, но и нашла себе другого. Холлу было очень обидно. И тут оказалось, что этой девушкой была Летти, которой притворяется Марта. Софи вознамерилась предупредить сестру, что за ней пытается ухаживать Холлу. На утро Холл пришел в себя и, приняв ванну, разодевшись, собрался во дворец. Майкл также поспешно убежал по делам в город. И Софи, оставив Кальциферу горку поленьев, собралась уйти к сестре. Внезапно в дверь постучали. Это было пугало, но дом убежал от него. Софи так напугалась, что у нее заболело сердце, о чем у них с Кальцифером завязался разговор. Оказалось, что сердце демона находится внизу под поленьями. Замок продолжал бегать по холмам от пугала, а к вечеру остановился на ночлег, так как Кальцифер устал. Из-за этой погони у Софи так и не получилось сходить к сестре в тот день, так что она принялась за уборку после этой дикой тряски. Когда она готовила ужин, пришел Майкл, весь сияющий и счастливый. Майкл признался в любви Летти из кондитерской, и та ответила ему взаимностью. Он долго не решался, но действия Хоула заставили его рассказать о своих чувствах. Софи притворилась, что Летти ее внучатая племянница. На деле оказалось, что Летти из кондитерской даже не знает Хоула. Что означает одно, он ухаживает за настоящей Летти, которая сейчас притворяется Мартой и улучшится магией. Тут вернулся Хоул и сказал, что его имя нужно очернить в городе. Ведь королю понравилась его работа, и тот попытается сделать его придворным магом, чего Хоула не хотел. За ужином они общались. Хоула рассказал, что король, скорее всего, потребует найти его брата. А так как брат короля дружил с придворным магом Салейманом, нужно будет найти и мага, и для этого отправиться на болото, где обитает болотная ведьма. Но та пыталась убить Хоула, отчего его спасло бегство и смена имени. Хоул охмурил ведьму и сбежал, как это было и с другими девушками. Перспективы сделаться врагом и ведьмы, и короля одновременно совсем не радовала Хоула. И передвигающийся замок тут бы уже не помог. И тут он попросил Софи сходить в замок и очернить Хоула перед королем, представившись его матерью. Софи решила, что это уже слишком, и она устала от всех них, поэтому ей надо уйти отсюда. Наутро Хоула собрался к Летти, но, открыв дверь, его встретила пугало. Они почти начали драку, но тут ударил раскат грома, и пугало унесло в неизвестном направлении, после чего Хоула ушел. Софи следом за ним пошла к Летти, надеясь, что Хоула уйдет от той как раз тогда, когда Софи доберется туда. Но через какое-то время Майкл и замок догнали ее, ведь Хоула поручил мальчику позаботиться о ней. Они договорились одеть семимильные сапоги, и вместе вмиг оказались почти в верхних горках. Но Софи оступилась, и одна перелетела до подгорной лощины. Она долго пыталась вернуться, скача по округе туда-сюда. Наконец у нее получилось вернуться к Майклу в верхние горки, и они отправились к дому Миссис Ферфакс, спрятав сапоги под кустами. Миссис Ферфакс открыла им дверь, но из дома выбежал большой пес, за которым все начали гоняться по саду. Когда его наконец поймали, за домом Софи и Майкл увидели Летти и Хоула. При этом девушка была самой собой, а не Мартой на внешний вид. Оказалось, что пес вырвался, потому что хотел покусать Хоула. Миссис Ферфакс рассказала, что Хоул ее не узнал, но они уже встречались. Он последний ученик ее старой учительницы, и он намного способнее ее самой. Поэтому Миссис Ферфакс посоветовал Летти поладить с ним, чтобы он учил ее, ведь девушка тоже крайне способна. Миссис Ферфакс с самого начала поняла, что девочки поменялись местами и была не против. Поэтому Летти вернула свой облик. Майкл и Софи поспешили прочь, чтобы не нарваться на Хоула. Они вернулись домой. Софи разозлилась, что Хоул хочет воспользоваться ее сестрой, а потом бросить. Она взяла его голубой испорченный костюм и села сшить из него себе юбку, пока Майкл занимался заклинаниями. У него, очевидно, что это не получалось. Они разговорились. Майкл остался в детстве сиротой, и ему некуда было идти. Поэтому мальчик пошел к дверям Хоула и просидел там пару дней, пока он не впустил его к себе, и так мальчик остался здесь. Майкл попросил Софи помочь заклятием. Это была сложная загадка, которую мальчик сам взялся отгадать, чтобы удивить Хоула. К вечеру они решили действовать. Взяли семимильные сапоги и отправились ловить звезду для заклинания. Через пару часов поисков, когда они уже замерзли и почти отчаялись, с неба сорвалась звезда, и они кинулись за ней. Когда Майкл почти схватил ее, звезда зависла на уровне его лица и отпрянула. Она кричала, что не хочет, чтобы ее поймали, и она должна упасть и умереть. Она ускользнула от них и упала, растворившись. Майкл и Софи вернулись домой. Когда Хоул вернулся, то предложил Софи наколдовать ей одежду вместо того, чтобы она тратила свои силы на шитье. Также он обмолвился, что видел ее в миссис Ферфакс, но она умело выкрутилась. После Хоул опять ушел к королю, а Майкл направился к Летти. Софи продолжила шить юбку. Весь день ее отвлекали посетители, и ей пришлось продавать зелье. Когда все вернулись домой, Хоул грустно заявил, что король таки поручил ему отыскать своего брата и попутно разобраться с болотной ведьмой. Хоул также принес Софи подарки. Чулки, юбки, дорогие платья. Но это означало, что завтра она должна идти к королю в роли матери-чародея. Майкл сопровождал ее как лакей. Кроме того, чтобы подготовить Софи к встрече с королем, Хоул решил, что она должна сначала познакомиться с его старой учительницей, миссис Пенстемон. Также Хоул заявил, что заклинание, которое Майкл и Софи пытались сделать, совсем не то, которое он оставил для парня, и удивился, откуда он достал его. Оказалось, что когда Софи открывала дверь с ручкой, повернутой на черный цвет, это заклинание попало в дом, а затем и в руки к Майклу. Майкл попросил рассказать Хоулу, в чем секрет этого заклятия. Хоул начал ругать Софи и Майкла за то, что они пытались выполнить это заклятие и поймать звезду. Иначе случилось бы что-то страшнее, чем смотреть на умирающую звездочку. Но Майкл припомнил ему, что сам Хоул когда-то поймал звезду. Хоул сказал, что это не заклинание, а стих. Он собрался в свое убежище и решил взять с собой Софи и Майкла. Он повернул ручку на черный цвет, открыл дверь, и перед ним появилась тьма. Им вслед Кальцифер сказал Софи, что уже сделан намек на их договор с Хоулом. За этой черной пеленой оказался серый вечер, шел дождь. Они вышли на улицу, вдоль которой стояли маленькие домики. Чтобы не выделяться, Хоул наколдовал им новую одежду. Они зашли в один из домиков, в котором была женщина и маленькая девочка. Хоул и племянница начали обниматься и разговаривать на другом языке. Это были его племянница Мария и сестра Меган Перри. А его они звали Хоул. Хоул проводил их наверх в комнату его племянника Нила. И там Софи увидела, как они сидят за своими компьютерами, но не поняла, что это значит. Оказалось, что это заклинание было не просто песней, а школьным заданием Нила. Пока Майкл и Софи спускались вниз, они услышали, как Хоул ругается со своей сестрой. Речь шла о том, что она продала его книги и ругала, что он ходит в обносках и не может найти себе нормальную работу с его-то высшим образованием. Софи вмешалась и пошла к двери, зовя с собой Хоул и Майкла. Хоул привел их к гаражу и завел свою машину. Они поехали по городу. Конец второй части. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать продолжение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok